Достаточно давно смарт-курс был компанией, которая просто работала для подростков. И мы поняли в какой-то момент, что профориентация, вопросы выбора профессии становятся очень важными и очень интересными для родителей и для подростков вот того поколения, условно скажем, в котором мы ее создавали. Люди приходили и спрашивали, а вот это делаете, а вот этим занимаетесь, а вот это вот к вам. И мы поняли, что, в общем-то, на рынке есть интерес к этой теме, и мы, наконец, видим поколение, которому классно выбрать профессию осознанно, выбрать профессию для себя, выбрать профессию так, чтобы потом как-то с ней вот в мире и гармонии жить. И мы начали смотреть, что есть на рынке, ну, чтобы как-то вот вписать себя, посмотреть, что мы можем предложить на эту тему. И увидели примерно три интересных варианта. Один из них был пустым, а мы туда пришли. Вариант первый – это то, что интересовало родителей. Родителей часто интересовало самое модное, самое интересное, самое прогрессивное, что есть на рынке, чтобы ребенок, выбрав именно это, неважно, какой ребенок, просто именно это, был потом реализован, нормально зарабатывал и вообще был всячески успешен. Экономисты, юристы, медики. И другие мифы современного рынка. Инженеры и программисты. Вот это вот все. Причем, как вы понимаете, эта история повторяется. Например, когда вот, ну, примерно поколение нас с Тимуром заканчивало школу, это были другие профессии. Когда, в общем-то, ваши дети будут или внуки заканчивать школу, это точно будут еще какие-то другие профессии. Вот, то есть такая интересная история. Полезно учить вообще никаких сомнений, полезно в этом разбираться, полезно понимать, про что это. Но мало, недостаточно. Вторая история, которую мы увидели, это такая очень подростко-ориентированная штука, которая была про то, какой ты. Тоже безумно важная вещь. Действительно важно понимать, какой ты, что в тебе есть, что в тебе зашито, ты вообще про что, для того, чтобы нормально выбирать. Но так уж складывается, что через 5-6-7 лет подросток будет другой. У него будет другой набор навыков, у него будут другие установки, он будет думать про другое. У него будут, в конце концов, другие интересы. И совершенно точно за 5 лет он научится огромному количеству вещей, которые он не знал сейчас. Существует распространенное убеждение о том, что люди не меняются. В общем, это не так. Люди меняются, причем меняются очень быстро в современном мире, и поэтому те предпочтения, которые есть у подростков в свои 12, 13, 15, 17, 30 лет, они точно изменятся. И это точно повлияет на дело жизни. Не говоря уже о том, что наша любимая фраза, которая у нас очень часто звучит в тренинге, возможно, если вы не можете выбрать профессию, вашей профессии еще нет, вам предстоит ее создать. По этой причине это тоже такая интересная, полезная, важная вещь, но недостаточная. И вот третья штука, в которую верили мы, и которую мы прошли когда-то на собственном опте профориентации, это подход к профориентированию, подход к выбору профессии через умение осознанно выбирать. Осознанно закладывать тот вектор, который ты хочешь себе взять. Осознанно идти по этому пути, осознанно пересобирать свой выбор. И поэтому наша программа про это. То есть это не профориентация, это осознанный выбор профессии. Получается, если попробовать разложить это на схемку, то есть один полюс и этот полюс про карту, про окружающий мир, про тренды развития рынка, вот эта вся история. Есть другой полюс и это полюс про самого человека, про сильные стороны, про то, что откликается, это другой полюс. И есть история про выбор. Это своего рода смычка между одним полюсом и другим. Она, конечно, опирается на то, что человек знает о себе. Без этого очень сложно сделать живой, честный выбор. С другой стороны, выбор возможен только в поле, то есть человек может выбрать только из тех вариантов, с которыми он успел познакомиться. Поэтому, с одной стороны, мы опираемся на одну историю, на другую, такой срединный, честный путь. И весь смарт-курс, вся логика пяти шагов осознанного выбора – это история про то, чтобы научить человека принимать решения, брать ответственность за свои решения и двигаться по жизни в 13-е раз повторенное слово «осознанное». И делать это постоянно, потому что, во-первых, вы меняете, про что мы уже сказали, во-вторых, это очень тонкая грань между поиском и выбором. Мы свято верим в то, что профессию не надо где-то там искать. Профессию и себя в этой профессии ты создаешь каждый день. Именно для того, чтобы создавать себя в профессии успешно, тебе приходится постоянно выбирать, осознанно выбирать то, куда ты идешь и какой вектор ты прокладываешь. Вот про это наша программа. Наверное, я понимаю, что мне сейчас очень хочется проговорить такую историю. Дело в том, что часто, когда люди подходят, родители, подростки или учителя подходят к точке, когда ребенку нужно выйти, подростку нужно выйти из школы и принять первое важное или самое главное в жизни, вот это вот самое решение, то часто люди находятся в поиске очень быстрого, такого кнопочного, таблеточного, суперверного, безошибочного решения. И важно понимать то, что наша программа, она не про это. То есть то, что мы отдаем, это история не мгновенного, стопроцентного верного решения. Это история про развитие навыка, который позволит принять это самое главное решение и многие другие. Мы живем в парадигме, в идее, в которой, во-первых, не бывает неправильных и правильных решений, бывают действия и последствия этих действий. Каждое из действий приводит к определенному результату, который либо нравится самому человеку, родителю, учителю, кому-то, кому рядом, либо не нравится, и тогда это становится не классным результатом, а опытом, который важно отрефлексировать и двигаться дальше. То есть это чуть-чуть другой взгляд на ситуацию выбора и последствия этого выбора. И, наверное, вот такой взгляд и ценности, то есть некий набор убеждений, на которые мы отталкиваемся в своей жизни, которые заложены в эту программу, именно этот комплекс срединного пути и такого отношения к выбору отделяет смарт-курс, отделяет пять шагов осознанного выбора от всего того, от многого, нет всего, от многого другого, что представлено в рынке. Именно поэтому хочется сказать о нас, не как о компании, которая учит чему-то или что-то передает в качестве «делайте так», а как о компании, вот я очень хочу в это верить, это вот такой образ результата, которому очень хочется идти, которая создает опыты, и которая в эти опыты залет, и кто-то, кто хочет идти в эти опыты, в них идет. И это очень важный посыл, потому что все наше обучение, оно про это, и строится оно вот так, и из-за таких ценностей создается. Опыты, результаты, рефлексия того, что получилось, про это вы точно можете рассчитывать. Маленькая вставочка, короткая, про то, на что мы ориентировались, когда собирали вот эту модельку про пять шагов. Мы в какой-то момент поняли то, что осознанный выбор, самоопределение, профориентация, как и все остальные гибкие навыки, развиваются в контексте. Что это означает? Что научиться плавать, например, или бегать достаточно просто, потому что это проявленные в теле штуки. Ты их развил, и дальше запомнил, и дальше их просто повторяешь. Когда мы говорим о когнитивных навыках, то они развиваются более длительно и в контексте. То есть человеку необходимо внешнее постоянное подтверждение, то, что он делает, то, во что он верит, то тот способ думать или принимать решения, или брать на себя ответственность, которую он выбирает, он, в общем, правильный, классный. И эти подтверждения приходят от референтных людей. От мамы и папы в каком-то возрасте, от учителей-наставников в другом возрасте, от референтного взрослого или сверстника в третьем возрасте. И вот если эти референтные люди поддерживают определенную модельку, которая не совпадает с историей про осознанный выбор, а, например, классно, когда за тебя принимают решение, или классно, когда ты ребенок, или классно, ну, то есть другую, не взрослую-взрослую, то идея осознанного выбора переживает сильно хуже. Поэтому, как только мы эту историю поняли, мы поняли то, что воздействовать и работать только с самим подростком, проводить тренинги с подростком, проводить лагеря с подростком, недостаточно. И нам нужно вот этот вот контекст осознанного выбора вытаскивать за пределы нашего уютного лофтика и отдавать дальше. Отдавать в школу, отдавать в родителей, отдавать в другие центры. И вот это то, что мы предлагаем делать вам. Мы предлагаем подхватить эту модельку и развернуть этот контекст рядом с тобой. Чем еще это все ценно, чем больше становится людей, которым это отзывается, тем больше, как ни странно, хотя почему странно, тем больше вообще, в принципе, среди нас таких подростков. Когда мы только начинали, для нас таким большим откровением были подростки, которые что-то делали, у них что-то получалось. У нас даже был какое-то время назад такой прекрасный проект, и подростки пытались делать с нами какие-то прикольные интересные штуки, самоорганизовываясь. А сейчас, смотря на мир вокруг, понимаем, что мы попали в какой-то очень такой мощный поток, в очень такую яркую струю трансформации этого мира, потому что недели не проходят, чтобы мы не услышали в пространстве о каких-нибудь бизнесах, которые организованы людьми 12+, 13+. Не проходит и месяц, чтобы что-то такое яркое не произошло с участием подростков, про-подростков. Из мира подростковой культуры, подростковых трендов, подростковой моды, подростковой музыки, всего подобного. То есть это очень четко нам говорит, что это такая обратная связь от мира про то, что мы в правильном направлении. То есть на это есть запросы, к этому есть интерес. Мы исходим из идеи подготовки и развития взрослого человека. И одна из компетенций взрослого человека, готового к жизни в том мире, который нас окружает, это способность принимать решения. То есть честно смотреть на себя, честно смотреть на окружающую среду и двигаться в том направлении, которое кажется для него важным, не останавливаясь и не отмахиваясь от проблем, не останавливаясь перед сложными ситуациями, проходя сквозь страхи и сложные ситуации, то есть понимая то, что это просто часть пути. И человек, которого мы готовим, это такой человек взрослый, готовый брать на себя ответственность, принимать решения и добиваться результата. Вам когда-нибудь приходило в голову, кто вообще такие подростки? Ну так вот, вообще, кто это в мировом экскурсии, да? Кто такие подростки в 19-м веке? И вот я не очень давно задумалась об этой истории, это меня очень сильно впечатлило. Мы считаем детьми людей, которые 100 лет назад уже, в общем-то, принимали на себя всю полноту ответственности за свою жизнь. Мы считаем этих людей неполноценными, несостоявшимися. Когда ведешь консультирование с родителями, ну, слышишь разного рода трактовки о способности их ребенка жить самостоятельной жизнью. И это все приводит нас к мысли о том, что вот таких опытов, когда ребенок вообще получает возможность, получает шанс побыть взрослым и что-то поделать самостоятельно, уже практически взрослый человек, уже вот, ну, вот еще немножко, и уже сформировавшаяся личность. Их очень не хватает, их прям мало, их практически совсем нет. Возможно, потому что мир стал безопаснее, мир стал, там, лучше, совершеннее, и у родителей появляется возможность максимально подготовить ребенка к взрослой жизни. И мир стал сложнее, поэтому сразу после, там, его 18-летия он еще не готов, ему надо еще поучиться. Но при этом, при всем, очень важно понимать, что мы здесь входим в противоречие. И до тех пор, пока подростка не появляется вот этих вот опытов, где он может применить ту самую самостоятельность, ответственность за свой выбор, столкнуться с последствиями того, что он сам себе выбирал, очень сложно говорить о, ну, такой настоящей взрослости и о настоящей вообще, ну, такой сепарации. И, естественно, очень сложно говорить о осознанном выборе вообще чего угодно, потому что как можно осознанно выбрать, когда ты еще, ну, в общем-то, не так, чтобы последствия ты будешь разгребать сам. Вот с этим мы тоже очень хотим работать, и это тоже нам очень отзывается и интересно.